Василий Бородин работает мануальным терапевтом. Одна из самых частых жалоб, с которой обращаются пермики зимой, болит спина. Причиной возникшей проблемы нередко становится бытовая ситуация – убирали снег лопатой. Сам Василий практически ежедневно бывает на дачном участке. Этой зимой снег приходится убирать чуть ли не каждый день. Особой технологией, как почистить снег и не надорвать спину, готов поделиться и с жителями города. При работе с лопатой надо соблюдать несколько принципов. Во-первых, избегать длительных монотонных движений. То есть лопату убрать слева, справа, менять руки, грести, кидать, толкать. Руки старайтесь ставить ближе к совку лопаты. Это уменьшает нагрузку на спину. Чаще всего спина начинает болеть из-за того, что мы все время наклоняемся. Этого делать не стоит. Лучше немного приседайте на ногах, когда выкидываете снег. Или пинайте лопату, если материал позволяет. Есть еще один из принципов – разгребайте снег, когда его немного. То есть, как это ни звучит странно, но если идет даже снегопад, проще выйти и разгрести небольшое количество снега, чем дождаться, когда наметет сугробы и разгребать их. Лопату выбирайте не тяжелую, с удобным черенком. Если приходится откапывать машину, подойдет небольшая лопата с ручкой. Слишком тепло одеваться не стоит. Уборка снега – дело активное. При работе организм разогревается и можно запросто простыть. И даже если снега очень много, отдыхайте до того, как успеете устать. Если же после того, как вы поработали, у вас все-таки дискомфортное явление в спине, или чувствуете усталость или боль, то первым делом придите домой, лягте на твердую поверхность и поднимите ножки. Полежите так в течение 10-15 минут. Чтобы мышцы спины расслабились, позвоночник растянулся, и вам стало снова хорошо. Можно положить согревающие компрессики, например, на область поясницы, или электрическую грелку, или водяную грелку, или пару кошек, которые согреют вашу поясницу. Ну и таким образом расслабить спинку.